А перед тем, как начать наш выпуск, настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости из мира спорта и бокса, а также оповещаем вас о выходе новых видео на канале. Будь первым, кто увидит выпуск! В ночь с 25 на 26 сентября 2021 года в Лондоне состоялось историческое событие для украинского, британского, а также для мирового бокса. Не буду жадничать на эпитеты, гениальный, фантастический, непревзойденный Александр Усик победил короля хэви-вейта Энтони Джошуа и завладел всеми четырьмя его чемпионскими поясами. Александр стал третьим боксером в истории, которому удалось покорить Крузер Вейт, а затем и Хэви-вейт. До него это сделали легендарный американец Эвандер Холлифилд и британец Дэвид Хэй. Но оба эти боксера выиграли свои чемпионские титулы не против многолетних чемпионов, которые считались фаворитами в их схватке. Кроме того, Александр сразу завоевал четыре из пяти самых престижных чемпионских титула, а также пояс IBO. Вообще сегодня я не собираюсь вам рассказывать, какой крутой Александр Усик и какое крутое достижение ему покорилось. Сегодня же я хочу вам рассказать, что его ждет дальше и почему легкой жизни ему ждать точно не стоит. Добро пожаловать снова на канал на связи. Большая просьба, друзья. Прежде чем начать видео, поддержите видос лайком и напишите свое мнение после просмотра этого видео. И самое главное, поставьте этому видео в том случае лайк, если вам понравилась моя работа и если понравилась моя подача, мой монтаж. Не судите, кто сегодняшний персонаж, что за тема, а судите только мою работу, которую я проделал как автор канала. Приятного всем просмотра. Мы продолжаем. Итак, первый вариант – это реванш с Энтони Джошуа. В принципе, из спортивной точки зрения никакого смысла в реванше нету. Украинец на протяжении всех 12 раундов показывал, что он лучше. Более того, если бы была установка пойти вперед и победить досрочно, с большой долей вероятности Усик бы это и сделал. Но хочется нам этого или нет, сейчас все зависит от Энтони Джошуа. В контракте на бой была четко прописана функция реванша, которую может активировать чемпион в случае его поражения. Что он уже, впрочем, и сделал. Однозначно, это будет самый выгодный финансовый вариант для Усика, при этом нельзя говорить, что самый желаемый. Говорить о том, что их второй бой закончится точно так же, как и первый – полнейшая глупость. Да, Усик победил, победил красиво, но Джошуа – это опаснейший противник, Кириваш с ним будет не менее напряженным, чем их первая сватка. Второй вариант – это обязательная защита от титула по версии WBO. У WBO недавно заявили, что уже выбрали обязательного претендента для победителя боя Джошуа Усик. Им стал еще один большой и сильный британец Джозеф Джойс. Однозначно, Джойс и менее техничный боксер, чем Джошуа, но зато у него есть свои козыри. Первое – это средний вес. Средний вес Джозефа в среднем на 10 больше, чем у Энтони. Второе – это крепкий подбородок. У Джойса просто кошмарно сильная челюсть. Он ни разу не был в нокдауне в профи карьере, хотя и пропускал мощнейшие удары в боях с Даниэлем Дебуа и Карлосом Токамом. Третье – это выносливость. Джозеф нереально выносливый боец, он способен задать бешеный темп, противостоять которому будет очень тяжело. И легкой прогулкой в этом бою для Усика ждать точно не стоит. И вот мы подобрались к третьему варианту – это встреча с победителем третьего боя между Фьюри и Уайлдером. Искренне верим и надеемся, что когда-то увидим Усика против кого-то, а лучше и против обоих бойцов из этой пары. Но вероятность того, что это будет следующий бой для объединительного чемпиона не очень велика. Первым противником для организации этого боя скорее всего станет Энтони Джошуа со своим реваншем. Во-вторых, есть еще Диллиан Уайт, который владеет поясом временного чемпиона мира по WBC. И уже несколько лет ждет возможности сразиться за полноценный титул. И не факт, что президент организации Маурисио Сулейман разрешит своему чемпиону выйти на немедленный объединительный бой. И вот мы подобрали четвертому, последнему варианту. Это закончить карьеру. После боя с Джошуа Усик полностью обеспечил свою жизнь. Он уже всем доказал, что является элитным бойцом, способным быть лучшим как в Крузервейте, так и в Хевевейте. Не стоит ли поберечь здоровье и уйти непобежденным на счастливую пенсию? А как думаете вы? И что хотели бы увидеть? Пишите свои варианты в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok